Мы продолжаем это утро первых и у нас интереснейшие гости, но прежде чем я расскажу интригу, кто именно в нашей студии, я хочу сказать, что главные роли в сериале по игре The Last of Us, то есть в переводе примерно последний из нас, сыграют Тедро Паскаль и Белла Рэмси, это актеры, которые знакомы нам по прекраснейшему сериалу Игра Престолов. Чего нам ждать от нового кино и как часто становятся успешными экранизации видеоигр? Спросим у нашего дружественного видеоблогера Илья Маклауд в нашей студии. Илья, доброе утро. Доброе. Пожалуйста, что ждем от прекрасной премьеры, которая запланирована или уже состоялась? Нет, еще в процессе. Во-первых, это сериал будет, во-вторых, там несколько эпизодов и Кантемир Балагов, кстати, наш соотечественник, опять же, номинант, поскольку я помню, участвовал в позапрошлогоднем Каннском кимфестивале. Он как бы первые несколько эпизодов, он, собственно, режиссирует. Чего ждать? Значит, The Last of Us, или как ее перевели в русском варианте, одни из нас, это игра про постапокалипсис, то есть про мир после, грубо говоря, конца света. В последнее время она считается просто шедевром видеоигр? Да, да. При том, что она вышла на ограниченном количестве игровых платформ, то есть на народной платформе компьютера ПК, и она не выходила, она на консолях. Выходила и то только на компоненционе. При этом, на самом-то деле, игра достаточно, ну, с сюжетной точки зрения, естественно, нас интересует, потому что, как бы, геймплей-то мы не передадим через фильм и через сериал. Вот. Ну, это драма, на самом деле. То есть это драма, это достаточно такое сложное произведение, как раз рассказывает о том, как вот люди тоже, их вот такие события, как, грубо говоря, конец света, их тоже сильно меняет. То есть, несмотря на то, что там вокруг достаточно жуткие вещи творятся, люди сами по себе меняются. Вот. Сложно сказать, что в итоге получится, потому что экранизация видеоигр – это всегда эксперимент. То есть у нас пока вот так с кинокомиксами не получается, что, как бы, ну, практически всегда все будет хорошо, да, то есть у нас очень мало сейчас примеров каких-то неудачных кинокомиксов за последнее время, в основном все, как бы, более-менее хорошо. Фильмов по видеоиграм, о которых мы сегодня будем говорить, их много, но неудачных примеров еще больше, мне кажется. Вот я просто хотел бы непосредственно вот про этот сериал. Как вы сказали, Кантемир Балагов – это молодой режиссер, как правильно сказали, соотечественник, и он же будет одним из создателей сериала. Да, он режиссирует первые несколько эпизодов. Чем он интересен, чем он заметен? Ну, вот фильм «Дылда» выходил с ним, то есть, да, не с Валой. Его, его, а работа, да, то есть он, соответственно, ну, на мой взгляд, очень, как бы, классный фильм. Своебразный, конечно, но тем не менее. Вот, сейчас вообще, как бы, вот, пошла, скажем так, тенденция, все-таки в Голливуде начали замечать, что наши соотечественники, не только, кстати, режиссеры, операторы в том числе, умеют снимать хорошо, то есть, хотя бы с точки зрения того, что это выглядит хорошо. То есть, там, с художественной точки зрения, там, вопросы всегда, да, потому что субъективно, но вот технически, ну, как бы, практически безупречно. Ну, каркор классный, наверное. Да, но это другое немного, да. Хотя, кстати говоря, если уж, как бы, к видеоиграм, это все, да, 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 вообще идеально. Да, соответственно, плюсовать, то, да, согласен. Итак, пройдемся по фильмам, которые, собственно, являются удачными, на ваш взгляд. Лара Крофт, игра, фильм, пожалуйста, мне кажется, замечательно. Ну, все три. К третьему, там вопросы были, но в основном из-за сравнения с первыми двумя, но, да, это хороший пример. Но тут, опять же, надо сказать, что Лара Крофт в оригинале, собственно, «Расхитина гробниц», это назывался, серия видеоигр, она сама по себе являлась своего рода игровой адаптацией, точнее, попыткой перенести вот Индиана Джонса в мир видеоигр, а потом получилось наоборот. Ну, и, кстати, Индиана Джонс, это тоже экранизация? Нет, Индиана Джонс, это оригинал. Оригинал, то есть фильм, а потом уже пошла игра, как раз, да, пошел наоборот. К моему сожалению, я сейчас понял, что пандемия мне так закрутила голову, что я пропустил экранизацию Half-Life. Ты смотрел это? Экранизация Half-Life, ну, тут, опять же, это любительское кино. Да. Кстати, снимали ребята из Калуги. Ну, то есть арт-кино. Да, но оно, тем не менее, скажем так, это неофициально, то есть ребята сами там собрались, решились, но на самом деле получилось здорово, я смотрел там. Секунду, мы говорим сейчас о короткометражке от калужских режиссеров. А, все, я смотрел, да, это хорошая попытка. Да, хорошая попытка, на самом деле, очень жаль, что вот именно, ну, там было продолжение потом, оно немножко в другую сторону ушло, в сторону прям совсем постапокалипсиса. А вот, что касается именно сохранения оригинальной атмосферы, оригинальной игры, это было как бы классно. Жалко, что вышла, ну, как говорится, пола работы. То есть ребята там решили разделить, вот этот Freeman's Days, разделили на одну, на две части, одну сняли, а вторую, ну, видимо, я не знаю, решили пойти по пути создателей самой игры, и третью часть, как создатели, зажали куда-то, как мы все ждем много лет, так и ребята вторую, ну, не смогли сделать. Слушай, ну, я точно знаю, что, я знаю этих ребят, которые не снимали, по крайней мере, часть команды, и, ну, тут, конечно, все упирается в бюджет, и при тех ограниченных возможностях они сделали просто прекрасный. Нет, это очень хорошо, я тоже считаю, что вот как раз в этом-то и раскрываются, что как бы не всегда деньги решают, то есть очень часто решают, ну, грубо говоря, сценарий, ну, смекалка какая-то. Но это же и такая режиссерская хитрость, авторская хитрость в том, чтобы снять часть ролика для того, чтобы потом найти инвесторов. Согласен. И вот они неудачно попали вот в эту вот 2020-й пандемию, может быть, и заметили бы, может быть, и... Ну, они пораньше снимали, да, но потом это как бы еще все усугубилось, да, ожидания, да. Продолжаем по фильмам. «Обитель зла» считается достаточно удачной экранизацией. Ну, да, во всяком случае, первые части, то есть они с точки зрения, ну, именно кинокритики, да, считаются как бы классными. Продолжение, ну, скажем так, собирают, естественно, хорошие сборы, было все здорово, вот. Ну, надо сказать, опять же, это не высокобюджетное кино, при всем моем уважении, вот. Но при этом сборы хорошие. Да, сборы неплохие, опять же, для, там, фильма, грубо говоря, за 50 миллионов, да, сборы как бы классные, и все еще считается, что здорово. Ну, опять же, когда вот фильм, там, превращается уже в пятую, в шестую часть, да, когда снимают, естественно, есть своя армия поклонников именно кино, то есть не от видеоигр, а именно уже вот именно поклонники киносерии. Ты знаешь, вот для меня все-таки главная героиня, то есть Мила, да, она пятый элемент, вот «Обитель зла» первые части, и сейчас пытаются эксплуатировать ее популярность, но мне кажется, она уже не для экшена. Вот сейчас же выходит фильм с ее участием, чтобы борьбать против монстров. Охотник на монстров. Охотник на монстров. Тоже, кстати, экранизация. Экранизация. Как ты считаешь, будет удачной, нет? Ну, она уже вышла, насколько я помню. Да, уже на экране вышла. Да, спорный вопрос. Там как бы основа такая, ну, скажем, игра не сильно глубокая по сюжету изначально, поэтому, ну, возможно, возможно, я не смотрел, честно, не могу сказать. Так, «Сайлент Хилл» – ужастик, всем известный. Да. И игра, вот, я думаю, мурашек пробирает, и кино, мне кажется, тоже отлично. Ну да, то есть там выходило две части, и первая, как бы, она максимально приближена к тому, что именно по ощущениям, то есть, опять же, «Сайлент Хилл» в плане как видеоигра, я вот недавно только с ней ознакомился именно с видеоигрой, я должен сказать, она как раз очень кинематографична, то есть, в отличие от, ну, кто играл в видеоигры в ужастике, там как раз-таки нет вот этих вот скримеров, вот выпрыгивания из угла, ничего этого нет. Там игра как раз-таки берет атмосферой, то есть, вот, состояние вот этой тревожности, страха, нагнетает атмосферу, что с точки зрения как раз-таки кино очень хорошо. И создатели, ну, у них получилось это сделать, мне кажется. Эх, друзья мои, если вы хотите реализовать все свои мечты и попасть в атмосферу «Сайлент Хилл», вы себе даже не представляете, как здорово делают наши профессиональные игротехники на территории Московской области, то есть, они создали целую программу «Сайлент Хилл», где прям актеры погружают себя в этот мир. Я имею в виду о тех самых квестах. Да, так что попробуйте, может быть, найдете что-то интересное. Спасибо большое, Илья. Вот такие вот видеоигры, вот такие кинопремьеры. А мы тем временем продолжаем «Утро первых». Снежное и доброе.